Петр Алексеевич Порошенко оставляет свой президентский пост по итогам демократических выборов, на которых он получил четверть всех голосов. То, что он спас страну, возродил армию и проложил курс в демократию, оценят, наверное, позже. Вблизи многое видится не так, как издалека. Да, я слышу бессмысленные голоса официальной пропаганды, никакие это были не дебаты, это просто шоу, спецтехнологии и вообще такая полемика никому не нужна. Я за все эти годы услышал от власть приходящих лишь пять слов правды. Извините, не получилось, я ухожу, остальное сериал с мифами. Могу напомнить про не нами сбитый самолет, про их там нет, про Солсбери и далее, везде. Мифа сериал дополняет бесконечный блокбастер с обещаниями. Из самого свежего пенсионерам гарантировали тысячерублевую надбавку. Разумеется, ничего не заплатили, обещали предпенсионеров не увольнять, но процесс уже пошел. В Киеве, господа, все по-другому. Безвиз действует, Томас получен, соглашение об ассоциации с ЕС подписано, местное самоуправление создано. Ну, а за то, что не получилось, публично извинились. Как-то пришлось беседовать с большим чиновником. Он не стесняясь заявил, будешь мешать, задавлю. Не ты первый. Всем понятно, эту фразу не всегда произносят вслух, но всегда держат в голове любой начальник. Я никогда не слышал от номенклатурщиков что-то типа «поспорим», «организуем дискуссию» или «и у нас есть доводы». Но мне почему-то кажется, что шел на стадионе лучше, чем пуля на мосту. Курс на национальное возрождение начался у наших соседей с восстановлением патриотизма, с возрождением языка, с праздника вышиванок, с гимна, с того, что глубоко в душе у каждого украинца «Украина понад усе». Признав поражение на выборах, публично выступая, Петр Порошенко, извинившись за откровенность, впервые с комком в горле, с повлажневшими глазами сказал «Я люблю Украину». А что происходит с национальным сознанием у нас? Слово «патриотизм» – переживание за свою страну, землю, историю, язык – изуродовано пропагандой до неузнаваемости и превращено в синоним лизоблюдство, в призыв целовать начальственные сапоги. В итоге фундаментальная для любого народа ценность стала для многих чем-то постыдным и неприемлемым. На днях сломленный пропагандистским движением известный поэт прислал мне новое стихотворение, где отрицает не просто официальную трактовку патриотизма, но патриотизм как таковой. «Я уже про пушкинскую любовь к родине слышать не могу», добавил он. «Но ведь лишить общества настоящего патриотизма даже опаснее, чем оставить государство без армии. В 2014 году Украина была без армии, но ее спас патриотизм». Официальная политика последних пяти лет в отношении Украины – пример удивительного абсурда. Она не остановила, а укрепила стратегию Киева, помогая консолидировать общество и идти на стратегическое сближение с Европой и в экономике, и в политике, и в военной сфере, и в культуре. Ну а Россия усилила собственную изоляцию, получила постыдные санкции. Как говорят думцы, зачем развивать свою экономику, если проще вести закон и наказывать за оскорбление нашего промышленного потенциала? Спрашивается, как остановить весь этот абсурд? Понимая, сколь трагически изменились отношения между нашими странами, некоторые комментаторы в интернете призывают. Украина, прости. Не могу с ними согласиться. Мы знаем, что советские танки подавили революцию Венгрии в 56-м. Мы знаем, что танки шли по Праге в 68-м, стреляли в Кабуле в 79-м. Мы знаем, что российские танки бьют по революции достоинства на востоке Украины. Я же прошу украинцев совсем о другом. Знаете, не забудьте, в России есть множество людей, которые вас никогда не предавали и никогда не предадут. Постыдная ложь о бандеровском пуче исчезает, как роса на солнце. Правда о революции достоинства победит. Игорь Чубайс. Мой небольшой комментарий к этой статье. Ну вот, Украина, прости. Я почему заметил, потому что как раз у меня есть два ролика по этому поводу. Я здесь все равно вижу попытку человека, как бы сказать, на что мы там не делали в Венгрии, в Праге или в Афганистане. Мы ни за что прощения не просили. И вроде бы сейчас тоже нужно всего лишь напомнить, что в России есть люди, кто хорошо относится к Украине. Я, несмотря на мое огромное уважение к Игорю Чубайсу, и он написал много правильных слов в этой статье, все-таки настаиваю на том, что и такие, как Игорь Чубайс, и такие замечательные люди, как Виктор Шендерович или тех, кого можно назвать совестью нации, должны показать пример и начать, в конце концов, извиняться перед Украиной. Не сравнивайте, господа, это ни с Афганистаном, ни с Прагой. Украина – это ваши ближайшие соседи. Да, я знаю, сейчас не принято говорить «братья», и, наверное, это уже не братья, но это те люди, с которыми вы вместе воевали в нескольких войнах, те, кто связаны с вами культурными, семейными, историческими связями. И то, что вы сделали, было просто подло. Это верх подлости. И поэтому принять это и начать извиняться – это необходимое действие. Иначе никакого сближения не будет никогда. Это то, что если бы произошло в семье, кто-то виноват, первый шаг – всегда попытка прощения. Простят или нет – это другой вопрос. Но вы должны сделать эту попытку. Вы должны начать говорить «Прости меня, Украина». Каждый или, по крайней мере, сначала должны говорить те, у кого есть право голоса, а затем это должно распространиться на все население. Это должно быть такое всеобщее желание русских освободить свою душу от этого греха. Ну, если вы люди верующие, обратитесь хотя бы в эту сторону. Очиститься. Очищение всегда, всегда начинается с прощения. Вот этот момент вы перешагнуть никак не сможете, как бы вы не сопротивлялись. И второе, конечно же, в чем прав Игорь Чубайс. В Украине произошла удивительная вещь, удивительная для постсоветского пространства. Мы наблюдаем президента, который так или иначе оставил страну как впервые избранный и ушедший демократический президент. Он признал победу своего противника. Он извинился за ошибки перед людьми и, что самое главное, несколько тысяч человек собрались, провожая Петра Порошенко, со словами благодарности. Где вы такое еще видели? Я уверен, что, уходя, Путину вслед будут плевать, если не проклинать. Да и вообще, он этот момент не переживет, потому что уйти Путин может только мертвым. А Петр Порошенко пережил и взлеты и падения своей карьеры, но и увидел эту человеческую признательность. Можно, оказывается, быть президентом и уйти достойно. Вот это то, что, конечно же, в большой плюс президенту, то, что люди не оценили Томас и Безвиз и антироссийскую коалицию ЕС, созданную непосредственно именно усилиями Петра Порошенко, со временем люди либо оценят, либо, как бы то ни было, это все равно войдет в историю. Если вы думаете, что в Европе все просто ждут, не дождутся, как бы объявить санкции против России, они просто сидят с открытыми кошельками и ждут, кто же приедет и попросит у них деньги, это не так. Для того, чтобы и получать транши, для того, чтобы шли хоть какие-то инвестиции, нужно постоянно ездить и уговаривать, упрашивать, убеждать европейских политиков, а они, в свою очередь, пытаются воздействовать как-то на свои парламенты. Ангела Меркель, выходя перед Бундесфером и призывая объявить санкции России, идет тоже на свой личный подвиг, потому что она понимает, что многомиллиардные экономические связи с Россией убедить людей в том, что они должны отказаться от своих собственных денег и вдруг начать прекращать торговать с этой страной. Представьте, какие слова нужно подобрать, чтобы люди это поняли. В этом случае и Порошенко совершал свой личный подвиг, и Меркель, в свою очередь, и все остальные, кто поддерживали эти санкции. Сейчас, если не поддерживать эту ситуацию, то ничего особенного производить не нужно. Можно просто эти санкции не продлять, и все закончится. Судя по всему, и у Меркель уже нет того потенциала. И очень много стран категорично против санкций. Они не видят каких-то существенных изменений в Украине, и как бы бессмысленно продолжать ее поддерживать в плане денег. Поэтому у нового президента Зеленского стоят еще более сложные задачи, если он вообще задумывается об этих вещах. Так что через какое-то время, господа украинцы, наверное, вы оцените действия Порошенко по-другому. Итак, это были демократические выборы. Никто до конца не знал, кто победит. И позвольте мне лично поблагодарить Петра Порошенко за проделанную работу, за то, что он создал такую страну, где он смог передать свой пост спокойно следующему президенту, который, мы будем надеяться, все-таки будет идти в этом направлении. Ну а если нет, его необходимо остановить. Потому что то, что было достигнуто за последние пять лет, нужно не только сохранить, но и двигать в этом же самом направлении. Иначе, ребята, Россия со всеми ее прелестями. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok